Море всегда привлекает людей, которые возле него не живут. Ну ладно, не всегда так нормально. Море – это, во-первых, затратно всегда. Это всегда расходы. Ну ладно, сколько той жизни. Некоторые люди едут просто потратить деньги, не знаю, доживут ли они до утра или нет. Море – это не только отдых для иногородника, это еще и куча различных приключений на свой тухис. Это, может быть, хорошее, а может быть и не очень. Почему я говорю об этом? Потому что я вспоминаю, когда мы в свое время приезжали в Крым на отдых на Тарханкут дикарями. Ну круто! Эти скалы, это море. Посыпаешь, особенно если это немножко как штормит, да, то ты понимаешь – вот оно море гремучее, такое, знаете, интересное. По какой-то причине всегда все на Черном море ждут не штиль, а бури. Наверное, потому что у нас море так черное, да, и оно как бы незаметно. И везде штиль у нас, что на улицах, что в других местах. Но я вам скажу так, бурю или же штормовое предупреждение и ждать волны – это не всегда очень хорошее переживание. Совсем нехорошо. Потому что когда волна тебя наклывает полностью с головой, она имеет способность за ноги тебя тянуть в пучину морскую. Несколько лет назад нас пригласили с Татьяной в Мексику провести несколько дней у океана. Океан – это не море, но тоже соленое. Красота – оно большое, огромное, да, можно сказать, ты понимаешь, что оно круто. Эти волны, они такие покатистые. Вот однажды, один вечерок уже почти, мы решили с Татьяной пройтись вдоль пляжа и видели там на углу такой скалистый обрыв, и там камни, мы решили подойти туда, посмотреть. Я взял фотоаппарат, селфи, как всегда, да, и наслаждаясь этим прекрасным моментом. Татьяна возле скалы, я с фотоаппаратом на камне, и тут накрывает волна, и я Таню не вижу. У меня паника. У меня внутри все оборвалось. Смотрю, нигде нету, через шесть или семь метров, может даже восемь, вижу, она выплывая изо всех сил, начинает просто грибсти. Я начинаю отвечать – не сдавайся! Она такой, просто прорыв такой, знаете, грибет. Я понимаю, что не выгребает. Я прыгаю туда, начинаю тянуть. Знаете, после всего разговора, она говорит, знаете, что случилось? Она, конечно, была паника, но я не понимал, как это происходит. Когда накрыла волна, она начала ее тянуть туда, в эту глубину, этот поток обратной волны, да, он начал тянуть туда, где не хотелось быть. Страх, ужас, он просто обменял, и сопротивление такой силы было почти бесполезно. И вот в одно мгновение я сказал себе – расслабься, будет, что будет. Эта история ляжет в основу моего послания сегодня. Я понимаю, возможно, это не совсем понятно, что это значит. Это не на тему «никогда не сдавайся». Помните этот маленький шарж, да, аист, который держит в своем клюве жабу, который держит кусок прута, да, и написано «никогда не сдавайся», то есть даже при таких обстоятельствах. Это не будет на эту тему, а на тему, что же происходит, когда на волне жизненных побед и радости мы не представляем себе силу обратного течения, силу страха и бедствия, что делает Бог в таких ситуациях. Когда мы наслаждаемся вот этой волной духовного возрождения Духа Святого, когда Бог накрывает нашу жизнь щедротами, знаете, вот это переживание восторга, такого Божьей волны и благословения, мы иногда не представляем себе это вот, что может происходить дальше. Мы вот в наших детских представлениях, когда мы ходили на море, да, мы всегда искали волну попрыгнуть в нее, где-то там покуврыкаться. Знаете, вот мы наши детские переживания у Черного моря, возможно, кто где-то в другом месте отдыхал в детстве или в юности, мы от восторга, от волны захлебываемся, например, от этого оттока воды, да, мы боремся, скакиваем и говорим, да, классно, победили, с ожиданием, что будет следующая волна. И опять это будет происходить. Как в детстве, так и сейчас мы ожидаем много этапов. Мы ожидаем следующей волны, чтобы пережить и ощутить то, что Бог хочет сделать с нами. Знаете, вот эти особенные переживания, вот когда ты на вершине этой волны, особенно если ты на матрасе, да, там спуститься, это очень круто. Это переживание, когда захватывает у тебя эта волна, это чувство, которое очень удивительное. Но из этой высоты восторга и силы, знаете, приходит и обратная сторона, которую нам иногда сложно понять. Одну из историй из Евангелия хочу немножко вам показать. Это история из Матитьяху, то есть Матфея 3 глава. Оно как будто говорит об одном, но я именно хочу показать вам историю именно с этой духовной стороны. Восторга, переживания, силы. Когда ты переживаешь вот это обновление, пробуждение, Божьи прикосновения, и вдруг что-то происходит дальше. 3 глава 16 стих. Когда Иешуа принял погружение, то есть в твилу, вышел из воды, и вот в тот момент небеса открылись, и он увидел Божий дух, сходящий на него, подобно голубью. И голос с неба сказал, это мой сын, любимый мною, весьма доволен им. Это, наверное, ощущение, которое многие из нас пережили. Одни переживали во время покаяния, возрождения свыше, когда ты чувствуешь, что Бог тебя не только простил, а сразу и усыновил. Ты говоришь, я теперь дитя Божье. Кто-то переживал во время твилы, погружая своего ветхого человека, восстающего в новом имплуа. И ты говоришь, вау, я знаю. Я точно знаю, мой Господь жив. Он меня усыновил, обновил, я Его. Кто-то переживает это духовное, знаете, вот, крещение Духом Святым, мы говорим, тоже погружение в Святой Дух. Мы получаем силу, мы переживаем такое вдохновение, восторг. Мы хотим всем поделиться, мы хотим за всех молиться, мы хотим иметь их пророчествовать и делать движение, которое вот как бы на этой волне вдохновения, которое мы хотим. Мы часто называем волна пробуждения. Мы ожидаем, что накроет эту землю, нашу страну, волна пробуждения, некое духовное восприятие прикосновения Божия. И нам приятно. Наверное, как Иешуа, приятно было слышать эти слова. Это сын мой. Здесь есть верующие люди, которые называют себя сыновьями Божьими. Мы дети Божьи. И дочери, и сыновья. И нам это Бог сказал, когда мы возрождились выше. И дальше, любимый. Кто из вас чувствует себя нелюбимым сыном или дочерью? Мы видим, что Бог благоволит. Мы любимы. И дальше я весьма доволен им. А вот тут уже мы начинаем где-то так. Не знаю, доволен он мной или нет. Но когда Бог с тобой, ты понимаешь, что Он доволен тобой, что ты есть Его сын. Но также повторяется еще один раз такие вещи, как переживания Духа Святого. Это не единственное переживание. Мы хотим это переживание часто. Мы хотим слышать эти слова чаще, чем хотелось бы. Мы хотим переживать Бога больше и чаще, чем мы это переживаем. Мы ждем появления этой второй волны пробуждения сегодня. Второй, третьей, какая бы то ни было. Мы живем именно с ожиданием, что Божье присутствие накроет наши дома, нашу страну, наши общины. Знаете, в свое время, после Второго мировой войны, верующие люди ожидали в Советском Союзе пробуждения. Они очень сильно молились, чтобы познание Бога и отвращение от злых дел, и особенно, знаете, вот от коммунистического мышления, что Бога нет, чтобы люди повернулись от неверия к вере. За это они молились. Особенно после Второй мировой войны много людей молилось. Потому что пророчески об этом было сказано. Мы с Татьяной стали свидетелями исполнения этого пророчества в начале пробуждения, в конце 80-х годов. Когда люди явно начали переживать на собраниях исцеление, крещение Духом Святым. То есть хромые ходили. Татьяна видела, как человек, который немой и глухой, стал говорить. И мы переживали это действие. И мы были участниками пробуждений 90-х, 2000-х. Свидетелями тысячи евреев, которые пришли к Богу Авраама и Цаха и Якова. Изменили свою жизнь. Не просто покаялись, а изменили свою жизнь. Таких людей мы сегодня встречаем и в Израиле, и в Америке. Когда мы путешествуем и общаемся с людьми, они говорят, «Слушайте, мы на этих фестивалях, которые делал Джонатан Бернис, мы там покаялись». Таким словом, мы пережили то, о чем пророчествовали и молились после Второй мировой войны. И я верю, что мы еще переживем новую волну пробуждения. И эта волна постепенно поднимается. Кто-то спросит, а что сейчас происходит? Что именно сейчас происходит? Объяснить сложно. Попробую примером показать картину после того, как я или вы и даже Иешуа пережили подобное восхищение тем Божьим присутствием, тем одобрением Божьим, которое было в его жизни. После волны пробуждения, то есть крещения, будем говорить так, да, из силы Божьего благословения происходит нечто. Матфея 4 глава, 1-2 стих. Сразу после крещения, после того, как было сказано, это сын мой, у которого мое благоволение украинской мовы. Тогда Дух повел Иешуа в пустыню, чтобы дьявол спокушал его. Он постился 40 дней и 40 ночей, и наконец голоднул. После водного погружения, после твилы, после слова восхищения, так, что слышали все, после того, как сошел Дух Святой в образе голубя, это, знаете, фактически сегодня принято бы вот в таких обстоятельствах сразу начать служение. Пробуждать, проповедовать, исцелять, спасать, открыть библейские курсы для вас новообращенных или конференцию «Как попасть на небо, минуя гору Моисея». Возможно, но, как говорится о нас, не так стало, я сгадалась. О чем я? После этого волны восхищения Духом Святым и присутствия Его, после того, как ты слышал, что в тебе Бог благоволит, и ты Ему нравишься, фактически, он действительно мне нравится, и ты тоже, вместо выйти на улицу, проповедовать, быть использованным Богом, вдруг Дух берет его в другое совсем место, как волна, которая начинает тебя забирать туда, куда ты не хочешь идти. Ты не хочешь туда идти. И здесь вот дальше я буду читывать уже русским языком. Затем Дух увел Иешуа в пустыню, чтобы испытать, испытал его дьявол. И он постился сорок дней и ночей, и под конец почувствовал голод. Тогда подступил к нему искуситель, да, и сказал, если ты сын Божий, вели этим камнем превратиться в хлеб. Он ответил, в Писании сказано, не только хлебом жив человек, но всяким словом, исходящим от Бога. И Иешуа начинает парировать местами Писания. Так говорит Писание, я на этом Писании выучился, я стоял на этом, я знаю Писание, что оно говорит, как многие из нас это делают. И знаете, дьявол тоже искусный. Он вдруг начинает парировать те же местами Писания из Библии. Он тоже научен, он тоже знает, что там написано. Тогда привел дьявол его в город Святой, поставил на крышу храма и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ведь написано, ведь сказано своим ангелам, да, он поручает тебя, и они понесут тебя на руках, и ты даже камня ногой не заденешь». Иешуа ответил. В Писании сказано и другое. «Не испытывай своего Бога Господа». Начинается, знаете, как пинг-понг, подача «Вот твой тебе, мне». Тогда дьявол повел его на очень высокую гору, показал ему все царство мира и их слава. «Сказал, все это я дам тебе, если ты падешь в ниц и поклонишься мне». Иешуа ответил, «Прочь сатану». В Писании сказано, «Своему Богу Господу поклоняйся, только ему служи». Тогда дьявол оставил его, и вот явились ангелы, служили ему». Что дьявол пытался сделать? Как вы думаете? Что он пытался сделать? Этот пример, который мы с вами переживаем. Знаете, я чувствую такой момент, что каждый раз, когда мы на каком-то духовном подъеме, неком переживании Божьего присутствия, и ты четко понимаешь, что ты Божий, Бог в тебе имеет свое благоволение, и он говорит, «Классный он, классная она». Я благоволю к нему. Вдруг приходит тот, кто пытается сделать то, чего тебе не нравится. Это как та волна, которая отходит, и тебя за ноги тянет туда, в пучину. Откуда, возможно, не выйти? Тебе нужно бороться. Как Ишуа говорит, написано, написано, он был искушаем, он был тянут дьяволом на то, чтобы поддаться. Он говорит, «Только поклонись мне, только это сделай. Возьми из камней, сделай невероятное, сделай хлеб». Ничего тебе, встань, выйди с балкона храмового. Не убьешься, полетишь и не устанешь. Понимаете, о чем я говорю, нет? В нашей жизни приходит такое время. Ишуа был искушаем. Дьявол пытался усомнить Божье благоволение к нему, которое Ишуа не мог потерять. Которое он был утвержден во время Тфилы, что он Божий сын, и Бог его любит. Любимый. Ишуа здесь должен был разобраться с теми демоническими силами искушения, которые направлены были после духовного погружения. После того, как ты был в силе Духа Святого. Нечто многое из нас переживает сегодня. Многие устояли в этих искушениях. Некоторые еще проходят. А для многих, которые приняли Тфилу, еще придется пройти. Потому что не только верующая жизнь, она, Виша Мессия, захватывающая, наверное, этим присутствием, великолепием, благословением, этим прекрасным чувством переживания Бога. Но также то мгновение, когда твои ноги ухватывает поток и тянет тебя не в то направление, которое бы ты хотел двигаться. Что это для нас показывает? Вы спросите. Для тех, кто особенно в вере уже давно. Мы же пережили Дух Святой. Мы же переживали исцеление, вдохновение, умиление. Я хочу сказать, что всегда, где приходит духовный прорыв, или как мы называем пробуждение, всегда мы будем подвергнуты вторжению врага, который попробует нас сломать. Сломать наш вере, наши надежды. С прорывом приходит и давление для разрушения. Для дьявола ходят, как рикающий лев, ища кого поглотить, убить. История из Танаха всегда предсказывает нам или показывает нам события сегодняшнего времени. В Танахе есть история, когда Израиль отошел от Бога при правлении Хава и Завели. Когда народ поклонялся Ваалу, они приносили не только жертвы, которые с полей и скота, но и даже человеческие жертвы приносили. Это было опущение Израиля, отказавшись от Божьего правила, Божьей Торы, Божьих установлений. В том мрачном мире есть оттенок сегодняшнего времени, если будете смотреть так. Когда мир погружен сегодня в видопоклонство, оно является различным типом видопоклонства. От кумиров до каких-то престижей, от событий и каких-то вещей, которые ты должен иметь. Люди приносят различные жертвы, включая человеческие жертвы ради достижения собственной цели, во имя собственного имени, ради имперского и уже затухшего, сгнившего изнутри иго. Бог избирает Илью среди этого идолопоклонства, падения, чтобы предосмотреть или представить Израилю возможность покаяния. Бог избирает Илью для того, чтобы предложить Израилю отвернуться от идолопоклонства, от того образа жизни, который они вели, и прийти к Богу Авраама и Цаха Якова, к Богу еврейского народа. Тогда на горе Кармель, да, вот Тала знает где-то находится, она там жила недалеко в Хайфе, а это все-таки одна гора, но там есть место, где именно Илья делает нечто, что потом как раз вот менять всю историю. Пророки, именно и знать Ваала, да, собрались на гору, Илья с народом пришел, там поливали жертвы водой, которая была на то время золотом, они поливали так это все. И знаете, Илья дал возможность жрецам Ваалам сделать первый шаг. Он говорит, слушайте, вам уважение, вы уже здесь важные люди, для вас важно, если Ваал Богом, пускай он пожрет эту жертву. Если Бог является Израилем, Богом евреев, то тогда надо покаяться и повернуться в другую сторону. Знаете, когда ты читаешь эту историю особенно, Илья, наверное, как бы начал смотреть, что они будут делать. Те кричали, плясали, да, там, песни пели, хороводы это делали, ничего не происходит. Он говорит, подожди, вы слабо кричите, давайте покричим громче, потому что, наверное, ваш Ваал заснул. Те кричали, кричали, говорит, знаете, как бывает, когда в туалете закрылся, тоже ничего не слышно. Он начал издеваться над ними. Он говорит, послушайте, вы еще не до крови, как бы себя еще, может, Ваалу крови мало. Они начали, знаете, скрывать себе вены, надеясь, посмотри, мы за тебя умираем, делай что-нибудь, да. Он смеялся над ними, но, и знаете, что дальше происходит? Илья скромно помолился. В этой молитве есть очень удивительный момент. Это Третье Царство, 17 глава. Господи Боже, Авраама и Цаха Якова. Пусть откроется сегодня, что ты Бог в Израиле, а я твой слуга, и совершил все это по твоему слову. Как ты сказал, так я и сделал. Ничего больше, ничего меньше. Да, я сделал то, что нужно сделать в это время. И ответь мне, Господи, ответь мне, чтобы этот народ узнал, что ты, Господи, Бог, и что ты вновь обращаешь их сердца. Другими словами, ответь нам на то, что у меня болит. Я хочу видеть пробуждение, я хочу, чтобы народ вернулся обратно. Хочу, чтобы люди вернулись к тебе. Ответь, потому что я сделал так, как ты его просил. То, что произошло дальше, не тяжело догадаться. Но Илья, из его слов, хотел, чтобы народ не только пробудился, но и вернулся к Иегове. Он ожидал пробуждения и изменения поведения всего Израиля, а получил испытание веры, как Иешуа при Иордане. Это волна. Вот представьте себе это умиление, когда жрецы Ваала ничего не смогли сделать. А это большинство в Израиле, большинство людей, поклоняющихся Ваалу. И вдруг Илья говорит, подождите, еще не хватает воды, еще добавьте. Просто вот помолился, сошел огонь, сожрал все, пожрал полностью все. И ты думаешь, вау, переживание волны. Вот это Бог, вот такому Богу я служу. Вот это да, это Бог наших отцов. И ты ожидаешь, люди, так посмотрите, что происходит. Вы делаете выбор. Я не убеждаю вас Евангелием на какие-то убеждения, что Тора это самый важный путь. Вы сами видели, что произошло. Но не получает он грамоту, благодарность за величайший вклад в пробуждение еврейского народа. А наоборот, принимает грамоту, и там написано что-то. А что написано, я почитаю, чтобы вы поняли. Ахав рассказал Изавеле обо всем, что сделал Илья. И о том, как он перебил всех пророков Ала. Знаете, что он вообще сделал? Илья? Я потом покажу. Изавель послала Ильи вестника, чтобы сказать. Пусть боги сурово накажут меня. То есть она посвящает себя еще больше идолопоклонству. Она заклинает себя перед богами, которые не являются богами. Следующим. Что если завтра, к этому вечеру, я не сделаю с тобой то же, что и ты сделал с пророками. То есть, в любом слове, я заклинаю себя, что завтра, то есть я не буду жить, пока завтра от тебя не грохнут. Интересно. Помните, мы говорили, волна. Впечатление о Боге. Переживание о Боге. И вдруг эта волна начинает отходить. Результата, который ты ожидал, нету. И что-то из-под твоих ног начинает тебя тянуть туда, куда ты не хочешь пойти. Илья, который своей ручной, своей рукой просто зарезал 400 жрецов Ала. Чтобы вы понимали, не люди убивали. А он казнил всех пророков своими руками. Он должен был, как, знаете, победимый Джо из Голливуда, стоять в ожидании армии Завели и сказать, давай, со мною Бог, кто против меня. Видели, что теми 400 человек я сделал своей одной рукой, да, как левой, говорят. Ну, знаете, что происходит? Третий стих, начинаем читать. Он испугался и бежал. Помните, мы говорили, волна, потом ничего не происходит. А ток, этот поток, ты его не знаешь, не чувствуешь, он начинает тебя тянуть туда, куда ты не хочешь идти. Страх. Это то, наверное, что переживала Татьяна, когда эта волна уходила и тянула ее туда, где была опасность. Добравшись до Версавии, давайте посмотрим картинку. Я хочу, чтобы вы поняли весь путь, который я знаю, что я сейчас задерживаю вас. Я просто хочу вам дать несколько вещей для этого времени, в котором мы живем. Добравшись до Версавии, что в Иуде он оставил там слугу. Сам ушел в пустыню на расстояние в день пути. Он пришел, сел под одиноким дровковым кустом и молился о смерти. Чтобы слуга не видел его зачарования, он говорит, ты здесь останься в Версавии. Это, между прочим, в пустыне Негев, если я не ошибаюсь. Правда, Тала? Это в той стороне. Еще. Вот видите, где точечка? Он оттуда ушел, вот где вторая точка, да? Это у нас Версавия. Бершева. Это то место. И дальше он ушел в день пути, сел возле дерева, чтобы просил себе смерти. И говорил, довольна, Господи, говорил он, забери мою жизнь, ведь я не лучше своих предков. Типа, что ты меня избрал? Я такой же человек. Могу делать ошибки? Ну, все, хватит, хочу умереть. Затем он лег под дровковым кустом и уснул. Вот так просил, что устал, заснул. Ну, встань. Внезапно ангел коснулся его и сказал, встань и ешь. Он огляделся, и вот у его головы лепешка, испеченная на горячих углях, кувшин воды. Он поел, попил и лег снова. Ангел Господень пришел во второй раз, коснулся его и сказал, встань, поешь. Иначе дорога будет для тебя слишком тяжела. Он даже не понимал, что будет происходить. Он встал, поел, попил, подкрепился той пищей и пошел 40 дней и 40 ночей. Какая вкусная лепешка волшебная. Съел пирожок и 40 дней. Чтобы вы понимали, это на самом деле удивительная штука. Когда ты послушал Богу, любая пища становится для тебя провизией на 40 дней. Куда он пошел? Смотрите. Пока не достиг Харива, Божьей горы. Харив, да, это место, где Моисей встречается с Богом, где горящий куст, начинает как бы с ним разговор. Господь начинает ввел призыв. Встреча Моисея с удивительным кустом. Слышите, нет? Это то же самое место, где Моше поднялся на гору и получил скрижали. Он приходит на это место. 40 дней. Знаете, где она находится? В Саудовской Аравии. Там до сих пор и называется гора Моисея. Часть верхушки, она сожжена, как будто ее кто-то сжег. Вот сюда. Вторая точечка. 40 дней. Тим-тим-тим пешком. Там он пошел в пещеру. Возможно, в ту пещеру, где был Моше. Заночевал в ней. И вот к нему было слово Господа. Что делаешь ты тут, Илья? Он ответил. Я ревно сослужу Господу. Богу сил. Израильтяне отвергли завет с тобой. Разрушили твои жертвенники. А твоих пророков убили мечом. Остался. Лишь я один. И они пытаются убить и меня. Господь сказал. Выйди, встань на горе. Перед Господом. Господь пройдет мимо. И вот страшный, могучий ветер расколол горы. И раздробил перед Господом скалы. Но не в ветре Господа не было. Но в ветре Господа не было. После ветра было землетрясение. Но в землетрясении Господа не было. После землетрясения пошел огонь. Но в огне Господа не было. После огня раздался мягкий шепот. Мягкий шепот. Услышав его, Илья закрыл лицо плащом То есть покрывалом Возможно, это был один из талитов Покрыл талитом голову Вышел, встал у входа в пещеру И был к нему тихий голос, который сказал ему Что ты здесь делаешь? Он отвечал, как будто думал, что Господь не слышал первый раз Я ревно сослужу Господу Богу сил Израильтяне отвергли завет с тобой Разрушили твои жертвенники От твоих пороков убили мечом Остался лишь я один Они пытаются убить И меня Господь сказал ему Возвращайся дорогой, которая пришла Иди в пустыню Дамаска Возможно, это обратно так Возможно Можно так было пойти Но через пустыню только один путь Называется Путь царей Он до сих пор существует От Саудовска, от Йемена Можно было дойти Почти до Турции сегодняшней Это называется путь царей Возвращайся дорогой до Дамаска Приди туда, помажь Хазаила Цари над Арамом Еще помажь Иилуя, сына Нимши Царя Израиля А Елисея, сына Шафата Из Авель Мехолы Пророки вместо себя Иилуи предаст смерти всякого, кто уйдет живым от меча Хазаила А Елисей предаст смерти всякого, кто уйдет живым от меча Иуя Но я сохранил в Израиле 7 тысяч человек Которые не преклонили своих колен перед Ваалом И не целовали его Мало того, чтобы не преклонили Еще не целовали его Даю намек Я вам скажу одну вещь Что у Бога есть множество предложений для тебя сегодня Для твоей жизни Делать то, что Он предписал для тебя Как с Ильою Ты встанешь и продолжишь свой путь И получишь пороческое исполнение воли Так и сегодня для нас Несмотря на все происходящее На ожидаемое пробуждение во время войны Как многие люди ожидают И думают, что люди, которые приходят за пайками Сидят на собрании Толпами толпятся Это представляет, как будто это пробуждение Скажу вам, это не пробуждение Пробуждение, когда люди приходят к Богу И меняется их образ жизни И стиль жизни Оставив прошлое Они стремятся к новому образу жизни Меняют свою жизнь Обещая Богу служить верной совестью А не за братчеством Как там Попрошайничать Поэтому не прошу Не позвольте Дьяволу Дать посеять вам сомнения Подолжать этот путь Исполняйтесь Духом Проповедуйте людям И ожидайте перемен в стране Недавно, буквально две недели назад Мы начали работу Над строением Загорождение для лагеря На Черноморске Почти 40 градусов жары Жара просто была страшная тогда И я помню, что пошел за стаканом воды Чтобы напиться Я вот Я пью воду И вдруг Мысль Какой-то внутренний голос Вот изнутри Как будто Знаете Не то, что Бог сказал мне А вот Просто такое чувство Знаете Внутреннее Знаете Я вот сказал Какая вообще вкусная вода Вообще Кто-нибудь Тебе чувствовал Как вкусная вода Или нет? Я думаю Ничего себе Я утоляю свою жажду Просто начал насладывать Наслаждаться Той простой водой Которая у нас есть Такой вкусной Утоляющей В этот момент Я внутренним голосом Почувствовал Что там Как бы ответы были Ты не должен ждать Таких обстоятельств Чтобы наслаждаться водой Ты не должен Изнемогать На солнце Истощение Чтобы наслаждаться Той водой Которая у меня есть Вода Которая у Бога Она дает жизнь Ведущая В вечную жизнь Не стоит ждать Когда пройдет Придет жажда Поэтому у нас Сегодня Друзья Есть преимущество Утоления Нашей жажды На каждом месте Где мы Этого захотим Собрание Дома Чтение Писания Домашние группы Служение людям То что утоляет Нашу жажда И ты чувствуешь Этот глоток Свежей воды Которая делает тебя Жизнеспособным Бог сегодня Не создает Обстоятель Для того Мы изнуряемы Были Этими Невыносимой Жарой Или этим Давлением Но тихий голос Всегда звучит Там где ты находишь Что ты здесь делаешь Что ты здесь забыл Что ты ищешь Помните как С Ильей Шепотом Бог говорил Я не в огне Не в ветре Не в землетрясении После прилетов Но в тихом Любящем голосе Отца Ты мое дитя Избранное Любимое Нежно охраняемое Моими ангелами И все же Почему Бог Проговаривает Шепотом Когда можно Даже Не уловить Что он От тебя хочет Почему Бог Говорит Именно шепотом Для многих из нас И мы не слышим Знаете Я замечал Что когда кто-то говорит Особенно Если в толпе Ты не совсем Это слышишь Или там Не дочуешь Где-то Не дослышал Ты начинаешь Напрягать свой разум И всматриваться Не только Что он говорит А Пытаясь Читать по губам Что человек Говорит тебе А самое важное Что ты Заинтересован О том Что он говорит Почему Бог Говорит К нам Сегодня Шепотом Иногда Чтобы мы Пересмыслили Направили Свой взор К тому Кто говорит И фактически С его уст Мы могли бы Научиться Слышать его голос Когда Шумно Ты начинаешь Напрягать Свой разум И понять Что интересного Тебе говорят И тихо Ты отключаешься От шумов Которые посторонние Замечали это Или нет Очень просто Ты не слышишь Дети кричат Ты не слышишь Кто-то там Материца Или там Телефон Ты просто Слушаешь Потому что Это тебе Жизнь Не важно Ты хочешь Услышать это Напряженность Вот 4 вещи Которые Бог говорит Шепотом Почему Бог знает В чем ты нуждаешься И хочет Тебе научить Слушать Его наставления Не просто Он знает Что тебе нужно Он знает Когда это тебе нужно А чаще всего Нам нужно Когда мы В очень низком состоянии Когда мы Далеко от него Когда у нас Все хорошо У нас все Помозит У нас отношения С Богом Хорошо У нас Все в порядке Но когда мы Далеко Он знает Что в этот момент Нам нужен Его тихий Тихий голос Чтобы мы Напряглись Второе Бог хочет Смирить тебя Чтобы ты Преклонил Перед ним колени Потому что Когда люди Говорят Тихо Мы Что делаем Подожди Подожди Что Что Мы преклоняемся Бог царит Я читаю Абакума Вторая глава А Господь В святом храме Своем Пусть молчит Вся земля Перед ним Новости Сегодняшнего Бытия Перебивают Тихий голос Божий Мидия Друзья События Переписки Ссоры Политика Экономика Весь этот балаган Который вокруг нас А Бог говорит А что ты делаешь Среди этого балагана Послушай Мой голос Третье У Бога есть план Для твоей жизни Как ситуация С Сильей Ты должен Дальше Пойти Тому Что Бог Тебя Призвал Самое Интересное Помазать Цари Не еврея И А чего Не твое Дело А еще Интереснее Вот ты Еще найдешь Элисея Вместо себя Помашь его Я что Скоро умру Так точно Как вам Интересно Будет Ты знаешь Что ты умрешь И тебе нужно найти Ученика Которому ты Передашь Ее помазание Интересно Да Четвертое Тихий голос Еще означает Что он рядом С тобой И недалеко От тебя Чаще всего Когда мы Ты рядом Тебе не стоит Кричать Чтобы услышать Чтобы быть Услышан Да Когда люди Далеко Они начинают кричать Когда рядом Они не кричат Они просто говорят Тихо Тебе спокойно Часто Шепотом Говорят Тебе на ухо Чтобы не слышали Другие Правда Да А люди такие А что там такое Ухо такое А Бог Хочет тебе Лично сказать О твоем призвании Как он тебя любит Как бы ты Низко не пал Он тебя Поднимет Как страшно бы Тебе не было Он всегда с тобой Он говорит Я здесь и рядом Подожди Ильяку Ты не торопись Ты не последний Из магикан Еврейских Пророков Еще 700 есть 7000 Еще есть Люди Которые Не целовали И не поклонялись Короче Ты не один Не целованный Момент такой Успокойся Я рядом Когда приходит Это чарование Оно приходит К нам очень часто Мы вот ощущаем Как будто Бог Далеко от нас Мы должны знать И чувствовать Что он Рядом Ишуа Был крещен Духом Святым Помазан Да вот И все люди Увидели Это присутствие И голос Благоволения И на этой волне Он был введен В искушение И так бывает В нашей жизни Но Бог говорит Я рядом Я рядом Даже когда Тебе очень трудно Возможно Сегодня мы В таком состоянии Радчарования Но я хочу сказать Что Бог рядом Тихо Шепчи тебе Я рядом То что будет Происходить Ты просто Исполняй Даже если Ты в яме Радчарования Поднимись Услышь Что Бог говорит Иеремия 23 глава 23 стих Разве я Бог не только Вблизи А в долине Бог Он говорит Я Бог здесь Возвещает Господь Разве может Кто-нибудь Спрятаться В укромном Месте Чтобы я Его не увидел Как Илья Убей меня Не хочу жить Разве я Не наполняю Небо И землю Бог сегодня Говорит Подожди Даже когда Ты в эфирии Такого Духовного Роста Переживания И так далее И ты потом Резко Тебя Все это Подкосило И где-то Затянуло В трясину Борис Я рядом С тобой Поэтому У тебя есть Силы Духа Святого Чтобы Противостать Дьяволу И он Убежит Выйти Из пучины Морской И быть Спасенным На волне Духовного Пробуждения Всегда Приходит Опасность Попасть В различные Искушения Поэтому Что ты Сегодня Делаешь Среди Тиктока Среди Истограмма Среди Телеграмма Среди Людей Которые Бунтующие Которые Всегда Недовольны Сплетниками Бог Спрашивает Тебя Засосала Трясина Вот эта Обратная Волна Подтянула Тебя Ты От духовности Которая у тебя есть Ты Оказался Там Где тебе Должно Быть И вопрос Спрос Что ты Там Делаешь У меня Есть К тебе Призвание Стань Иди И помашь Мы сейчас Ставим наши ноги Чтобы помолиться И если это Слово Которое Надеюсь Коснулось Вас Возможно Вы пережили Это Состояние От Духовного Восхищения Богом И Всех делов В твоей жизни Исцеления Не только На себе Ты пережил А видел Людей Возможно Вот это Состояние Хвалы Поклонения Этот Восторг В какой-то Момент Это Мгновенно Стало Каким-то Местом Искушения Допадаешь И дотянет В эту Пучину Обратно Ты Барахтаешься Не можешь Справиться Знай Не сдавайся Ишуа Был искушаем 40 дней Вернее Он постился 40 дней А потом Подступил К нему Дьявол Потому что Он Проголодался Да Есть Голод Телесный Но Есть Еще Голод Духовный Проголодаться Проголодаться Нужно Да В этот момент Может быть Разное Искушение Если Ты Начнешь Сильно Молиться Если Начнешь Еще Дам Делать Одно Другое Третье То Я Дам Тебе Это Служение Бог Говорит Подожди Спокойно Я Его И так Тебе Дам Потому что Я Сказал Что Я Тебя Люблю В Тебе Мое Благоволение И Мне Нравится Как Ты Борешься С Искушением Одному Богу Поклоняйся И Одному Иму Служим Не Одним Хлебом Будет Сыт Человек Но Каждым Словом Сходящий Иисус Божий Не Искушай Господа Бога Твоего Не Делай Глупых Решений Не Искушай Его Не Искушай Будь Благоразумен Выйди Выйди Этой Пучины Которая Засосала Тебя А Сделай И дай Богу Место Чтоб Он Сво Мог Говорить Отключай Хотя Блина Пару Часов В день Свой Телефон Чтоб Он Тебя Не Беспокоил Помолись Ему Ключи Прославление Подними Свои Руки Я Уверен Что Тихий Голос Всегда Будет Там Что Ты Делаешь Чего Ты Боишься Что Случилось Встань Иди И Одна Влепешка Снабдите Энергией На Сорок Дней Пути Такому Богу Мы Служим Я Хочу Следовать За Таким Богом И Как Меня Подоворот Этой Жизни И Тянул На Дно Я Знаю У Меня Есть Один Круг Спасения Этот Круг Есть Ишуа На Гоговском Кресте Уповающий На Него Не Постыдиться А Израиль Возовет К Тому Которого Размяли И Увидят Помощь Очень Очень Быстро Поэтому Поднимаем Тебе Наши Руки И В поклонении Говорим Спасибо Тебе Абон Туда 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 Ва Абон Щеб 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 Спасибо Тебе Аллилуйя Отдаем Отдаем Тебе Нашу Жизнь Отдаем Нашу Жизнь Тебе Тебе Отдаем Тебе Субтитры создавал DimaTorzok